Продолжение следует... 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 Это надо всё время помнить, об этом надо, наверное, более подробно писать и проверить и так далее. Второе, что Иосиф не знал, поскольку коснулся тем, как он делает, не знал ли поздних стихов, он знал только самые реальные стихи. Он их не читал, и не мог читать, он и не интересовался, он и не интересовался, он и не интересовался. Но он знал только ранние детские по существу стихи, теоретические, музыкальные очень, как всегда, но такие наивные. А вот эта трагическая сторона, так сильно выраженная творчеством Белого, будет коснулась вот эта стихия Белого. Не об Ахматовой, не об Светаевой, не об Ахматовой, не просто о жизни, а полным глубоким трагизмом и неприятием советской власти, которую Белого не была диссидентом, это тоже надо понимать, когда Запад понимал, кто понимает. Потому что там или диссидент, человек, который борется с режимом, или вторая позиция непонятна. А Умена была позиция, она не замечала советского власти, не хотела ее видеть. Просто не участвовала в ней никоим образом и не писала, она не описала о природе, о людях, о трудностях, которые постигают этих людей, о трагической судьбе поэтов. О чем угодно? Политики прямом с этим словом у меня нету стиха. Хотя все наши друзья в огромном подавляющем большинстве были диссидентами. В первую очередь, начиная с того же Аксенова, по существу, тут же есть Владимир Владимирович, Жория Владимировича, ну и дальше Рубинице с Ипом Кобелевым, Ромен Сахаровым, с Желистовым и так далее. Поэтому позиция была очевидна, но творческая начальство Рубина не входила в претиссированное минерание. И к себе я не могу это отнести, потому что я просто художник, не выражавший каких-то определенных претензированных людей, а делал свое искусство и полностью совпадая с диссидентами во всем и во время преподавания, потому что мы только с ними дружили, тем не менее, мы не можем себя отнести к этой категории людей. И это очень влияло на встречи, которые прицелили на Западе, потому что на Западе все, даже великие имена, такие как Набоков и еще многое имена назвать, можно в том числе, я несколько предполагал, или там, очень многое имена можно назвать, не понимая, как могут нормально люди приехать на Западу, а потом желать снова возвратиться в эту страну, в которой существовала такая жесточайшая цензура и существовала теоретическая идеология. И это очень важно ощущать во всяком случае. И вот это касается, я так все новое, что самое значительное, что наша переписка, опубликованная ныне, она, бывает на кале нашей дружбы или на кале всего, что делалось вокруг. И вот, и вот, и вот когда был такой момент, произошел, вот я когда хочу сейчас, чтобы завершить эту тему, как бы, когда его землю, или тут надо сделать перебивку и вернуться немножко назад, часто реально вот этот момент запомнили, и потом я немножко вернусь к истории вопроса, потому что иначе, может быть, что-то трудно для меня. История вопроса такая, нашего знакомства. Я приезжал в Питер, но все много работал в театрах Петербурга, и дружил с твоей именами, которые были инградский человек, петербургский. И вот, вот, у меня здесь был, я читал, было всегда, я говорила мне стихи, в списках, мне рвали, я был восхищен, заинтересован, обсуждал это, сколько меня и много, кто-то, кто пришли, встречал, и здесь постоянно встречаются в Петербурге. И еще участник наших книг был Лёва Спарский, такой художник, мой близкий друг, замечательный художник, мне не живущий тоже. Вот. И у меня произошел день рождения. 15 марта 1967 года, мы здесь полностью 35 лет. Вот. И я торжественно сказал, то ли приходи отпраздновать, хорошо, прикровно, маленькая компания, но гостиница, это ресторан, гостиница «Астудия». И вот, вот, присутствует при этом еще вот такая моя подруга Сергея Телла Дежды, замечательная актриса, еще такая красавица. И был Виталий Ашбинин, очень уважаемый человек, мы вам сообщили об Анне Андреевне тоже. Что он, ну, запекли в хатор много лет, он, Смир Железда, джин, какого, как он мог, не было отвлекаться. И прошел, твой, не знаю, не списываясь по-кубросам. Он был, приемом, на мой день рождения, вот, в этой маленькой заставе, которая Джон Билл. И ось восхищался, потому что он пришел без подарка, без всякого, и вообще все-таки, как бы я этого не спала, так с промпингом, это все-таки скрыт. И тем не менее он пришел и подарил мне вот этот листочек, такой, сейчас мы его воспроизведем на экране, может быть, будет виднее. Да, если можно, пожалуйста, пожалуйста. Этот листочек, тем более, называется «Подсмешник». Я его прочту все-таки, чтобы вы хотите объяснить, о чем речь. Затир, покинув бронзовые лучи, Сжимает консиллятор на шесть свечей, как вещь, принадлежащую ему. Но как срого утверждает опись, он сам принадлежит ему. Увы, все виды обладания топивы, сатив не исключение, посему филомашонки зеленеют в опись. Фантазия подчеркивает явь, а было так. Он перебрался в плавь через поток, в чьем зеркаль давно шестью петлями дерева шумела. Он обнул ствол, но ствол принадлежал земле. А со спиной уничтожал святый поток, просвечивая дно. И где-то шепетал и филомела темно. Еще один прокейский все это миг затем в одиночество простиг. Обучил свое... Ну ладно. Да, считайте, приходите. Здесь он написал, вот этот боков. 15 марта 68 года, знак Рыбы, ресторация отеля Ассоя, в Бренинграде Борисову, советующему 35-летию. Он проспелит эти стежки про нашу зла, про Северонский, и посвятил медвестию, даже не только историку. Неотколько читать, я их легко вижу, это темно. И с этим пробелами эти машины работали. Северонский начался нашим знакомствам с Иосифом. И дальше он приезжал в Москву, звонил мне по телефону души, куда она их выпивала. Вот, в частности, я забыл, как мы были в ресторане МИК. Это там, где СЕФ, это высокое здание, это новое ресторан. И в жизни заходили Касару Эльпи, в Ленинградский тоже человек. Касар, это такой висковый человек, ну, потому что он стал насключен, а изначально был на Ленинградском. Я с Савой очень близко с ним дружил, и вот мы так вот, общались в таком соотношении. А дальше, когда? Дальше произошло следующее. Потом был, беда с ним была знакома отдельно, с его силой, мы ее вместе. И беду я тогда не знал. С бедой я встретился позже, значительно, в 74-м году, а это 67-м годом. Значительно позже. Но она с ним была знакома, конечно, и восхищалась тем, что Иосиф делает. Восхищала Бог в этом. Потом произошло следующее. Тут сложное мнение, но оно не попрытно, потому что это все никем никогда не описано. Дальше нас приглашает Володя Высоцкий и Марина Владимировна в Париже. Мы едем в Париже. Париж частного приглашения. Это 76-го. Это самый границ последней недели. Две недели в последние. Семьдесят шестого года. Мы едем на три-четыре месяца к Володе Высоцкому и Марине в их маленькую квартирку на Юрусле. Мы жили это время. Вот. Да, так. Вот. И по ходу жизни, значит, политической жизни, мы встречались с Нишей Барышниковым. Что важно, сейчас придется. Это все такие руки, но надо органично описать, как, откуда все эти люди затеялись. И вот мы встретились с Нишей Барышниковым и стали с ней очень близкими друзьями, потому что у меня есть еще и брат Азаревич, и сестры, который занимается это делом. И вот он нас вел, мы стали очень близко дружить. И сейчас я прочитаю, как бы реагировалось. А Миша, она знакомит с Нишей Барышниковым. С знаменитым. Единственный режиссер, наверное, вы все его знаете. Миша, в первую очередь, кто прилетел из Дом Кухушкин, вам такой образ. Как вы знаете? Назывался фильм. Потом он много фильмов. Моцарк и тогда. Ну, фильмов. Волосы он сделал. И много фильмов. И еще. Снаменитый режиссер. В этом уже не с Нишей и с Нидушей. Потом произошла такая вещь. Единственная практика отечественного пребывания в этих границах. Мы, без советского разрешения, без Алсоя, это первичное. Как это вы еще на этом портале. Мы поехали в Лондон сначала, из Палижа. А потом в Соединенные Штатки Америки. Не имели никакого официального разрешения города. Прикинь. Но я не хочу еще касаться торговцев. Насколько не так далеко. И в Нью-Йорке снова встречаемся с Барышниковым. И тут вместе мы звоним Иосифу Бродскому. И он дает ему телефон. И мы вот этой компанией. Причинки, он такой. Я снова их предсчитаю. Значит, Львов Сокровский, Ниши, Парышников. Увидимся, Форма. Нью-Йорке с Белой. И мы бываем все время в разных ресторанах. Потому что нас они змеют. Иосиф никого не пить, кстати. Вот. Но такое, все равно, ресторанное начало. И это очень яркие страницы дружбы. И взаимоотношения. И в этот же момент, в первую очередь, я попадаю на Нью-Йорк. Это место, где он сейчас уже был. В Нью-Йорке. И это Гриннович Львич. Ну, хотя кто-то. Нету там, значит, середина Нью-Йорка. Это погибный район Софа и Гриннович Львич. И там есть такая маленькая улочка. Что мы там слили? Трех-четырехэтажный дом. Такой длинный, какой-то наш. Хрущадный такой, знаете, ну, конечно, с Папа. Вот. И там квартира была. Иосиф, а вход со двора. Он безумно литермендится. Надо было войти в дворик. В конце двора был проход по дворик. Трех-треугольный дворик, крошечный. Ну, как вам могли бы объяснить. Ну, как отсюда вот этим стилимом. Такой треугольничный. Вот. И оттуда уже вход. Сначала. Такой холмоленький. Потом кухонька. И спальню. Это все фотографии. Сейчас, может быть, надо увидеть. Здесь. Ну, я не знаю, в какой момент. Показывайте. Я снимал фотографии, где мы сидели. Выписали. И... Ну, потом что-то покажем. Или сейчас? Нет, это другое. Это другое. Нет, там вот... Ну, я не знаю, как показать вам. Сейчас, мы запутаемся. Все, наконец. Ладно. Да, вот. И там сейчас. Да. И дальше у нас войсошна. Там мы, значит, как я говорил, конком. Мы сразу же ходили с этим двориком. И то, что мы живем в Нью-Йорке на первом этаже. Ну, мне было огромное... Вот за всем сегодня об этом говорили. И дальше мы встречаемся в доме... Это надо показывать. Как там? Мы ведь и не знаем. Там нет последовательности. Мы не заблаготожили. Это был дом. Нам еще покориться. Уильям Джей Смит. Это был такой поэт. Ангеллитичный. Который писал для детей. Чистый, замечательно. Дед Кантин был. А жена у него была францужинка. Вот. И он жил в городе... На Ильский двадцатиэтажный дом. Он такой новый. Там в шестнадцатом этаже он жил в этом доме. И там была причинная компания. По каждому сейчас... Надо это запомнить. Я покажу. Это сценарий. И мы там сидели. В какой-то... Ну, там много людей. Потому что я был поэт Стэнли Кьюниц. Пожелый тогда человек. И робот Блай, который играл на Баннже. На своей стихи. Банн уже какой-то странный инструмент. Такой робот. Тоже пел как-то. Такой робот. И дух Миши. Пороче, это как Иосиф. 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 Попутал очень измены так. Я, например, пропустил то же, что я сказал. Такой робот, что я сегодня. Не буду показываться. По какому хронологическому описанию событий. Все началось с того, что Белый подарил на концерт. В Нью-Йорке. Куинс колледж. Это Куинс, это часть Нью-Йорка. В Нью-Йорке. В Нью-Йорке. В Нью-Йорке. И там. Туда пришла огромная прослойка русской общественности. И все, кто наделёг, это дикольно. Потому что мы были, как я подчеркнула, без официального отношения. Мы не были. Для страдёв советских. Вот так, как приезжали душевные гражданства. Мы приехали самостоятельным путём. И это вызвало безумный интерес. Это было официально никак. С тех пор разломали любопытные детали. С тех пор на всех анкелах тех людей, кто надежал за границу, вобили и заставляли писать на народной стороне анкеты. Писать. Обязуюсь всем только в своем назначении. Почему так? И точно. Почему так? Потому что в Конституции нашей нет такого пункта, что нельзя ехать, прибывая на Западе, куда ты хочешь. Пункт отсутствует. Просто таким никто никогда не пользовался. Пункт отсутствует. Пункт отсутствует. А когда мы так с воеворю наступили, то это стало прецедентом для дальнейших людей, которые ездили в городском всегда. И вот такой концерт без всякого. Сын ценится. Даже все было страшно. Это же много всех измежали. И вот такой концерт. Очень много людей. Любопытных. Вот эта картинка. Это дома у Иосифа. Я снимал. Слева. Не ошибаюсь. Его у нас видим. Вот. Это первая комната. Иосифа. Они собрали. Входишь. Такая плана. Энерия такая. Лучше. Попытные даже сейчас. Видите. Все. Вот. Да. И. Пришли. Значит. Пришел Иосиф. Пришел Мишек. Барышников. Пришел Эдик Лимонов. Он был совершенно розовый человек. Тогда. Я его знал. С московского. Когда он был очень медленный. Как он был опаренный. Это. И все. И мы там еще типа встретились. Здесь что-то тоже на снимке есть. Будет. Посмотрите там снимок с Эдиком. Лимонов из Барышников. Там есть где-то. Такой. Эдик. Мурмит. Ну, покажем. Ну, что-то. Надо было поделиться. Вот. И. Был огромный успех. Был огромный успех. А, нет. Вот это у Мильям Джейкси. Это дома. Это дома у Мильям Джейкси. Это что я ему сказал. На 16 этаже. Вот мы сидим. Там ниже. Сидим. Вот. Вот. Это тоже. Фрагменты. И. 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 Там... Да. Нет. У неё она нас посетила у неё в совете. А в этот момент мы попали к очень богатому человеку. Которого не было в этот момент в Нью-Йорке. Его фамилия Питер Спрэйк. Это был такой артемент на East Side, то есть ближе к East River от Центрального парка, там 500 метров, ну, километр какой-то, да, значит, все. И на берегу, на крутом берегу, внести, ну, такая лужайка, окруженная домами примерно четыре-пять этажей, такая и так, с узкими, как в Голландии было, это все частные дома, которые, это очень богатый район, потому что иметь свои огромные лужайки, все видите, не иметь такой ледом, это признано очень большой состоятельности, тогда это все декорно для нас. Вот, и, ну, конечно, это все, тут он был безумно поражен и стихами, и стихами «Белая», и был очень заявлен, и мы вообще все очень там переживали этот момент, и наше общение, и дружба, это был какой-то счастливый такой вопрос, но всколько, да. Это сделала Юлия, когда была хаус-гипер, он сбил Питера Спрэга, хаус-гипер, он теперь тоже, все знают, как тенни, но у многого личности такая, она, она пригласила на свое усмотрение, уж хотя это не было в Нью-Йорке, но в Детройте, вот, ну, он тоже тут выхи растекается, про него тоже очень интересно говорить, про Питера Спрэга, но сейчас я стараюсь держаться рано, хотя это почти невозможно, это все ответвление, он тоже вскоре приехал в Нью-Йорк, но надо это родить, и сейчас мы сейчас сразу этого заботились. Вот, и когда мы были вот в доме наверху, мы увидим Жей Смиттер, Нью-Йорк, это после первых встреч, когда знакомился с новыми стихами «Белым» после существования, и последние, когда стихами, он безумно переживал, и вызвал нас на балкон, но вполне очень ясно помню эту сцену, вызвал нас на балкон этого дома и буквально плакал от обиды, потому что там была очень запутанная история с его ответом, она касалась он справа имени Друженко, потому что это было очень болезненно, собственно, и я не хочу, в данном случае, ничего не против Друженко, абсолютно, но суть в истории в том, что Друженко передал какую-то личную инициативу в вопросе отъезда Бродского. Он пошел в ЦК, и видя, что Бродского преследования продолжают преследовать, после ЖЭЦ, после Архангельских сын, продолжая преследовать, он добился для него разрешения на отъезд, то есть не добился, а это уже рассматривалось вопросом, он как-то форсировал это, и Леосифа вызвали и сказали, что там две недели надо сбор, примерно так, и он, Леосифа, был страшно травмирован, потому что он, например, не решительно относился к вопросу развития, и это подбили его на быстрое ответство, он очень волновался от этого и просто плакал от обиды, что такое вмешательство в его судьбу произошло, хотя оно не было злотейски в ни в коей мере, просто это была такая недоговоренность людей, видимо, между собой, но вот какой-то напряженный учитель Леосифа Магниза. И после этой встречи мы тогда стали очень активно встречаться, вот, в единою, когда мы на мотоцикле были позднили Джей Смиттера, после этой встречи. А это были замечательные люди мягкие, американцы такие единые, желающие помочь общать, еще мягкие люди, просто прелестные. И вот мы стали бывать на мотоцикле, и тут, в один из вечеров, вот на этой машине, значит, Иосиф сказал, поедем, если я вам покажу одно место. И мы сели в машину, водила в Немар, она включилась, и, главное, плохо знал Нью-Йорк на дороге, плохо знал. И вот мы и поехали, и там, значит, есть фривые эти мощные пересекательные, ну, пускай город. И вот он въехал один раз на фривые, там, где он был съезжать, его против движения, выехал на фривые, против всего потока лавы, машины, которые идут по фривые. И они все затармазили. Он сделал такой почетный круг, и уехал обратно, и отдых сидит. Я говорю, что вся русская пресса могла погибнуть одновременно. Держись в военачальстве, вы не сможете... Потому что вся эта лава затармазила каким-то образом лучше вдохнется, значит, все. И почему-то так, да? С каким-то мазохийским чувством рассказывал о системе штрафов в Америке, как присылают уже сейчас, все мы здесь испытываем уже, посылают фотофотографии машины, номер машины, и подтверждение того, что он прошел. И он говорил об этом секунду. Засхищение у человека. Почему можно было такое восхищение? Трудно понять, что... Но он просто освещался устройством американской жизни, и то, что они еще дошли, как биотехники, и думают, что они снимают машину, но на него он просто освещал. Сейчас это наша мука здесь живет. Вот. И потом, возле этого гаража, который мы сделали, мы выезжаем. Видимо, на горячем сомнете, которое куда-то такое место... Непонятные, тогда еще и только центр этой башни стояли сзади этой башни, и мы оказались за этой спиной этой башни, и в поле такой венег, непонятный такой залив, это, в общем-то, гудзон Хатсон-Ривер по-английски. Это, в общем-то, гудзон Хатсон-Ривер по-английски. Нейкорский назвал гудзон. А все звучали. Это Хатсон-Ривер, на самом деле. Бывает, Хатсон-Ривер была определенная, а сзади был... На той стороне был Нью-Джерс. Это район Нью-Йорка. Вот такой страны. Это уже как бы город ступень получается. Вот. И это такое гневое место, где вот всюду дверь какая-то, какие-то сети валяются, какие-то блинные банки бесконечные, шины автомобильные, какие-то доски. Здесь все пилой, запах водорослей. И вот это батарея горький. Нью-Джерс. И вот после этого мы бы вот сказали, где он сегодня похож на Демирад. Ну, значит, когда он нашел в Нью-Йорке место, похожее на Демирад. И мы же видим вот это статистическое чувство, обрекло, и мы туда приехали вместе с ним, разделить это чувство. Вот. Такие были сцены тоже. И потом, после этого, было, нам надо, это так фургментарно, конечно, строго так сказать, это не беседа сейчас, но было такое, значит, момент, что мы уехали преподавать от BCLA, как от Лос-Анджелес, это дневник американский университет, в BCLA. И там преподавали, в Белго, значит, что на стихах, рядом на театре, что-то рассказывали. Ну, такие лекции были. Арт и Багмана. И, поскольку это было связано с Меркли, университетом в Сен-Франциско, это уже Сан-Франциско, и Лосифу сказали, что мы там крутимся, он сказал, вот вам телефон Томаса Бенцева, «Сен-Франциско» и он вас ведет с Миножем, как его там называют, сейчас он будет нашим, сейчас он будет нашим, тот польский поэт, который стал бы рядом на полюсских времени, и в тот момент, значит, он был ничем, абсолютным человеком, мы еще не встретились, это уже, как бы, косвенно крылось, сейчас я вернусь, мы уснул, мы встретились, в Беркли, значит, ну, после лекции, да, то есть, чтение, для студентов, в представленной партии, там большие советские способности, а Томас Бенцев, он хотел остаться, в Америке, постоянно, то есть, стимулировать, он сказал, я не пойду, потому что, я не пойду, я не пойду, а честно, мы уже пошли, мы сидели, значит, я хочу туда читать, читали стихи, потом мы вышли, то он с нами соединился, мы знали, что он соединился, но мы знали, что он соединился, то он тоже был просто, он не смешил себя, здесь был тоже, чтобы сидеть, и так далее, и, ну, там, нам любопытную сцену рисуем, нам любопытную сцену рисуем, всех отношениях, потому что, это как бы прямой на той ситуации, прямой рекомендацией, я ушел в сторону, вот, я ушел в сторону, и, суть этой сцене, ну, на том, что ясно с полей, ясно с полей, ясно с полей, мужик, они, полоски честного, они, они не должны, не должны, не должны, вот, они стали ругать плохо, Мы для этого яростного защищаем. У нас был такой безумный спор, потому что она имеет схематический отопозит к тому, что это начать, то есть без понимания этого нельзя ощутить вот это диссидентское чувство, которое обиде, которое существовало на Равнате. И они распространены на людей, вот как Игорь Васильевич, Васьков, Аксенов, и, честно говоря, Шмидтон Асменцев, группа 102, катили почву на нашу блогу, которого мы обожаем, потому что, я скажу, мы не знаем, что история, что он работал в РЧК, блог, очень замечательная средственная комиссия, которая была устранена не коммунистическая, а которая была еще временного правительства в комиссии. И он отследовал дела, там, поставлены случайников, министров, там, и прочее, которые там нарушали законы. И потом там еще показывали блога, что русские лангетики спрашивают, нужно ли там интеллигент сотрудничать с большевиками, он думает, что нужно, можно и нужно. Вот это там есть список. При безумной наивности и изумительной чистоте самого блога. Но нет, не хотели, понимаете, мы, ясно, спорили до, просто, до коры почти дошло. Но это еще очень смешная деталь, чтобы заведить напряжение, могу сказать, что все было... Это любопытно, честно говоря, что это, но реакция, это честно. А то просто будет, может, еще в жизни, что тоже станет, то есть, как говорят, честно, не нужно. Вот, то есть это то последнее слово, заговорили. И честно, вынул искорную бутылку миски и поставил ее на стол. Как бы подчеркнув, что больше у нас еще нет, вот только миски. А я безумно перепугался Забелу, потому что она только что два часа читала на полете своей стихи. И выпить после этого миски просто смертельный гонок. Я говорю, да, я прыгну все. И я стал заказывать тоже на основе каких-то денег. Я стал заказывать порции... Четыре раза я заказывал порции пельменей китайских. Маленькие такие порции. По четыре... Там... Не знаю сколько людей едет. Что-то 10-12 порций. И вот четыре раза я заказывал те порции пельменей. И ходил там саму свои. И мы приняли эти пельмени и распределили бутылку миски. Под эти вешенные спори. И после этого произошло... Мы купили, сделали в этот момент, подчеркнули в американской магазине искусствописницы. В английском языке. «Honor a member of America and New Arthur Letters». И... Надо было ехать в Нью-Йорк, прерывать реки, и поехать в Нью-Йорк, куда есть... Бегами здесь. И вот мы открываем вот этот вот... 17-го, по-моему, это было, не знаю... 77-го года, ну, как говорится, где-то все это было... Путишелый. И в Синь-Йорк, ну, это была замечательная церемония, где-то было в Американской академии. Там... И, наверное, из наших людей там... И только это было в Американской академии. Да. А потом было то же, когда... Мы уже приняли... Иосиф демонстративно вышел из состава академии в Американске. Из академии. Из академии. Вот. Ну, прием, было очень торжественным, потому что там... За другими на земле давали звание еще по академии в Американске, в Американске, в Американске, и в Сибири, и все. И потом... Бывали на этот... Абекки? Абекки нет. Абекки. Не в этом. Да. Ну, там еще несколько... Хлорний Шраус, там... Абекки. Ну, и... В частности, не вспомнил. Но это был очень торжественный, и нервный такой переживатель. Абекки больше, что он в этом же вещи подъехал как раз Кеосиф. И... Это было 19-го числа. Вот здесь это написано. Он продавил две книжечки, которые вырубивались, которые были в конец Красной эпохи, и... в конец Красной эпохи, и... О, Господи меня. Часть и мечи. Часть и мечи. Вот здесь две книжечки Иосифа. Тут было... И вот он мне написал... Вот этот автор, можно показать, если вы видите на экране, вот это вот... Здесь написано... «Когда я думаю о Боре, о Боре, о его напоре, Когда я вспоминаю в США о милом Боре Массавеле, Волнует своя душа, Как он того, который живет реша, При первых звуках незаверия». На экране в Крестик блоке Ну и руководент. Есмельцм. И вот этот игры был... В Крестик. Незаверный игры. Да. Гризонтальный. Нет, по мне не поскорить... По мне, В Крестик. В Крестик. что написал «Подруга дней моих слов принял плавенный привет, плотно сводениями здоровых и сердцем горестных занят». Вот, да, ну и он, значит, только второго. Вот, это как раз сразу после получения было… Так делать, чтобы написал ниже, там, товарищи, чтобы написал «Я академикю могу поставить нижнюю норму». Вот. Такое было просто. И уже на обратном месте, когда мы совсем обратно ехали, мы уже не увиделись. Всего сего и так не уехали. Мы последний наш «Альда» спешили. А потом нам в 10 лет не давали разрешать никакой почти неуездной. Детей с занесением в списке в «Чёрные». И нам не давали возможность уезжать назад. И следующее общение произошло только через 10 лет. Вот уже когда… В 87-м году… Это я расскажу сейчас о 87-м году. Это был один, когда нам снова дали, вот, в Америку, как у нас «Гайсон», «Солнце», 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 «Солнце». И мы попали. И мы попали. Снова у неё. И буквально в первый день им позвонили на «Росе», что, в общем, здесь красиво видится. Ну, как раз началось общение с Василием. Вот эти письма, которые написали Василию в Москве и Викштайне, они опубликованы в журнале «Октябрь» за тысячи… 一直, что год десятого нынолий, вот, зматривая, вот, накаля наши цели и страсти, переживая разлуку. Ну, и вот, к этому времени относится то, что я сказал, Василию, что «У нас, Россиного не спросил, но мы спросили». Улучшения не могут быть, мы не можем писать, кто-то на твоей стороне власть, и создающий раз в другом классе, и следующее противостояние такого, потому что он описывал, и он сохранял своих людей, и мы, собственно, еще такую статью про гонка «Коллажа Леонид», которая была опубликована в журнале «Экране» на «Пословице». Это уже рейнджор, и он уже, вот, главное, так называемый «Мироткий срок», а «Коллажа Леонид» там с руководством говорили, и вот там тоже описывали состояние срочи в этой статье. Ну вот, и во второй критерс наш, сейчас я забуду, как, ну, человек такая, я знаю, что, ну, там нет всех, наверное, мы свяжем подробно все это. Едем немного подготовлены, трудные темы. И когда мы созвонились с Лосимом, он сказал, ну, самое лучшее, подъезжайте. Я сейчас участвую в четырех университетах Массачусетса. Это реально из Канетики, это штат Нью-Йорк, это там северный штат Канетики, где вот эти все инциденты живут только как наши президенты. И мы были в Манхерске, в Манхерске мы приехали, это один из четырех маленьких городков, вместе с Лосимом. Лосим, ну, вы знаете, да, Ленинградский, а это замечательно, Ленинградский, Ленинградский. Да, вот это его стихи, это вот тогда же написано. Это 10-е, день проживания, 10 апреля 87-го года. Он преподавал ДАПУ, ДАПУ колледж. Я думаю, там сам я остановлю, там очень интересная. Лебан, ну, он еще такой маленький. Вот тот комментарий. На самом деле, совершенно не переработивая фраза. Ничто осуществляется в стихах. Русская грамматика разрушает английскую двусмысленность. У нас нужны две фразы для выражения этих двух смыслов. Поэзия осуществляет ничто, и поэзия ничего не осуществляет. И стихи такие. Ничто осуществляется в стихах. Двусмысленная фраза Реониона. И еще. Как птица для полета, так создан человек для ничего. Был вечер. Рейн болтал о пустяках. Была весна. Я был юнец. Забота не омрачала души ничего. Я притащил, притащил Москву и Тафон. Но, видно, зря я пленкой запасался. Не там ваш слабый голос записался. Его иною притягивали в огни. В пути к больнице. Но раз потом я все за эту запись запасался. Все проверял. Хранить ее? Храни. Как кружево обводит пустоту. Как плотный воздух наполняет парус. Как наполняет слух молчания паус. Так действует и ваше любезство. Я читаю и отточнее чту ничто. Успоминаю, улыбаясь, как тридцать лет назад мне повезло. Это вот в этом иное отношение относилось к Ибе. И вот он нас привез к Иосифу, к такой Давид. И он сейчас Джин Тауан. Такая есть дата профессора. Вот в ее дом, и мы там встретились. Вот тут фотографии. Там несколько есть фотографии этой встречи. Ну вот. И тут я должен опять немножко назад уйти. Потому что сейчас я расскажу вот этот парень, как я сочетаю его. То, что он сказал, Иосиф, здесь. Но перед этим должен чуть-чуть коснуться. Я хотел прочитать, но я боюсь, что громоздка выйдет. И, значит... Значит... Ам... 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 ...все понимают, что это очень трудно перевести. Что есть российские поэты. Ну, вот такой смысл перевода. Как ему заговорово перевести. Why it should be? Очень трудный термин. Вот это была статья, о которой он говорил тогда, когда нам сказали, что он соединился. Статья очень мгновенитарная. Я готов ее почитать, но она очень... Как видите, какой-то... Я не знаю, потому что я никогда больше... Ну, я не знаю, как быть. Ну, в общем, ощущение Иосифа, зачем российские поэты? Вот эта статья. Это опубликовано в журнале «Волга». Американский «Волга». Есть «Полежский» «Волга», вы знаете, а есть «Американский» «Волга». Директор, а директор или просто директор Либерман. Либерман – замечательный художник, замечательный директор журналистики. И все он был. В Рульском... Да, и это был журнал Татьяне Яковлево, которая Любовь Мельковского считалась. А Татьяна, которая... Да, мы его тоже бывали дающиеся люди и все, потому что он директор огромного журнала. Он был в приятном журнале, в Бога. И мы его говорили все. Да, видишь, обернуло все, он его говорили. Гостянство им должен быть. И мы тут дома, в кондитеринг. Куда у меня так насилось? Иосифа и нас, и мы были ее гостями. И там она предложила написать эту статью, она прекрасно согласилась. В «Вечем не принадлежа». Прекрасная подобная. Какие-то чуть-чуть, простите за темно-треволи. но как-то иначе, как действительно летели. Он написал эту статью, она звучит так. Я не знаю, где прихватываться, но начну, чтобы представление у вас было, как вам писать. Поэзия есть искусство границ, и никто не знает этого лучше, чем русский поэт. Перевод, как кольный. Метро, рифма, повелённая традиция и классическое наследие, в самом просоте решительно злоумышляют против чьей-либо потребностей песни, в кавычках. Существует лишь два метода из этой ситуации. Либо предпринять попытку прорваться сквозь барьеры, либо возлюбить. Второе, выбор более сниженный и вероятно неизбежный. Поэзия Ахмадурина представляет самую затяженную руководную связь с упомянутыми границами. И связь эта приносит богатые плоды, или, скорее, прекрасные цветы розы. Сказанное, подразумевает не благорухание, не цвет, но плотность лепестков и их закрученное утрубое распускание. Ахмадурина скорее прийдет свой стих, нежели выстраивать его вокруг центральной тела. Исквотворение по четырех и того меньшую строк расцветает, существуя почти самостоятельно, вне фонетической реализированной способности слов к произрастанию. Ее образность на северного взгляда в той же стихе пришла и звуку, но последняя диктура больше, и даже и порой предполагает автор. Другими словами, в юризме его поэзии есть значительный юризм самороговского языка. Хороший председатель для русского языка, но не наоборот. Если хотелось потому, что последний, старший, предыдущий. Поэтическая персона, как подуманная, не в мысли, но для русской фасонии мы столько обучили семантическую уникальность и фонетические конструкции. Взять хотя бы одну из моих портных репетийных ритм, мы любят, как улыбка, смысл которой усиливается качеством созвучия. Но, например, специфические тоннессы, как и ссорного русского парклёрового влача это внятного причитания. Последнее особенно заметно на его выступлении. Впрочем, присущий актиногубер в той же стихе, что и самой женской природы. Так, я не знаю, читать это будет комиссия. Это достаточно, да. Здесь только было смешно, что сейчас... Сейчас здесь есть. При этом разговоре присутствовало... Там были почти все гостей. Татьяна Ягдякова, был Артур Миллер и его супруга Эмбри Миллер, которая потом была, это уже после Магнеза Монруи, потом Эмбри Миллер и Эмбри Миллер. Это там, когда не было происхождение, и подобное. И она снимала белую кочную лампу. Она села за столом, и она просто так кочнула лампу. Вот когда у ее стола лампа качалась, она не делала скрытку. А Либерман хотел заказать у русского фотографа, он один известный был по фотографии Миллер, и он приехал снимать и сделал примерную свойственную, как в своем ателье он делал, с прической сделанной... Который там специальный маффер, какой-то там маффер, который делает прическу. И примерно 100 фотографий. И Либерман взял одну из этих самотографий, а взял вот этот снимок и эмбри Миллер, который сделал кочную лампу. Он был в макон, во всю полосу. Я тоже взял за собой журнал. Вот такой бытовой снимок, где надувается, будет, разве что-то сидит. Ну, один из снимок живого мастера, которого поднимали Миллер. Вот. И там же была статья Ольги Корляй, Олея Большая, вот этом журнале, журнале, но, в сожалению, журнал вышел в ритм, где уже, в седьмую ритм. Мы не застали в Америке, не застали в Монголии вам пришел. А сейчас я снова перепрыгиваю в Амхерск, посетите, это первая публикация его всего была. Второй, я могу сказать, что она короткая и более легко доступная. Это было в Амхерске. Значит, там было намечено, вот это, там было намечено выступление для студентов. И студенты маленькие, да, но не и шеи. Вот, значит, я здесь сидели, и Иосиф сказал вот эту вещь. Так, я ее записал на мальтахон сначала, но он мне дал одновременно подсрочный с собой справкой, красный, черный, значит, его же собственные тела направят, по-английски, а это тоже публика переведет. Значит, здесь такой вот, это вопрос, вот, это я себе внутренне отвечаю на те и правы, чтобы следить за тем, если мы сгибучим. Лучшее, чем обладает каждая нация, это ее язык. Лучшее в каждом языке, конечно же, созданное на нем литература. И лучшее в любой литературе поэтие. Из этого следует, по крайней мере, на мой взгляд, что хороший поэтие является сокровищей нации, тем более, если вы поэт женщин. Как это обычно случается в сокровищах, нация имеет склонность увеличивая себя и выставляет на показку кризиса, во времена крайней слонадеянности. Такое время, с того года, наступило, кажется, в России, поскольку белый адмонумен, слушая, которую вы пришли сегодня вечером, сокровища русской поэтии. Быть поэтом означает всегда быть измеряемым со своими предшественниками, быть женщинами в этом топливе, тяжело вдвоем нею, поскольку вас соотносят урагности и с женщинами, и с мужчинами, смотрящими со стороны стандартного. Не существует поэзии женской, поэзии челокольного рукой, южной или какой-либо региональной поэзии. Поэзия потешается над предлагательными, но не делает скидер. Либо это поэзия, либо нет. Белый адмонумен ясно, вполне чётко выделяется на фоне своих предшественников и современников, поскольку она не стремится засовывать критерии. Если уж говорить о влиянии, насколько можно говорить о влиянии в её поэзии, она более обязана Борису Маскарбаку, мужчине, нежели любой из женщин русской поэзии, Магини Цветаеву, например, или Анне Ахматовой. Она вышла, скажем так, на сцену в конце 50-х. Это было бы, наверное, если бы большинство из вас ещё не были из нас, от этого тогда. На свят. И в силу того, что она начинала в 50-е годы, исследователь часто прочитает лёд в районе Китуженко и Матвизенского. Эти пускай только ценных камней, но скорее, в его переводе было булыжников, но я попросил, извини, на ролик столбоса, русской поэзии. Есть не указанная ассоциация и не предместа, то только в силу хрюнули. Велохрюнули поэт гораздо более высокая личность и стилистической чистоты. Нежели большинство её сверкающих, либо непрозрачных современников. И её поэзии публикуются в самоску. И на настоящий момент в хрюнули только серии теоретических сборок. Это уже готово, но он узнал от нас и так далее. Её стихотворение отличило что ни было минулевым. И минулевым. Вообще её стих размышляет, медитирует, отклоняется от темы. Синтаксис вязкий и гипнотический защитный стильный продукт её подданного голоса, который вы услышите сегодня вечером. Развёртывая её стихотворение, как правило, подобно, розе. Оно центростремительное и ясно отмечено напряжённым женским вниманием деталям, напряжённым вниманием, которое иначе можно назвать любопием. Чистый результат тем не менее не салонная и макаринная музыка, результат уникального смысла смешения частного и эритического смешения, которое находит отверг в каждой душе. Этим объясняет свою популярность в которой знатоков поэзии могу широкого почитать. Указанный элемент вести тело Белого Фадула чрезвычайно трудно для перевода поэта. То, что вы сегодня слышите, является следовательно лишь в руке целью работы, лишь в английском драгоценности. Перевод это искусство возможно, а в подобии высшей степени поэта пророны. И звук сенавиущий и переменил волшебный и патлический звук имеет решающее значение в его работе. Переводчики, конечно же, старались сделать как можно нарушить, и они сделали все, что могли. В юг и сенавиущий ванн тем не менее. Слены властей свой слух и интуицию, поскольку в один период не в состоянии воспроизвестительного для вегината. Трехпервое произведение соответствует, редуцируется в нем до 1 метра. Но я совершенно уверен, что для вас станет находкой даже это одно измерений. Предлагаемые ванн и на английском называют безусловно трепет, безусловно рекомендуют внимание. Как бы то ни было, всем вам предстоит замечательная вещь. Вы собрались здесь, чтобы услышать лучше в русском языке, белого, ахманута. Вот так относились к его июлью. Вот. И когда кончилось чтение, мы сидели рядом, там есть такая фотография, вот он сидит там. Сейчас. Мы сидели рядом, где-то еще, 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 Мы стоим с ним там, там тоже это, а вот это что-то было зумно, где-то тоже мы стоим. Вот она из-за вышла, где-то он сидит в самом месте. Иосиф, когда он сидел и слушал, он в зубы привыкнулся, что он сидел в Ленинградском, на право больницу, была право больницы из-за длинных постов Мерина. То есть, она, доктор Мерина, друг другу работала. Вот, и мы Ленин... Это, да, это секунду. Это мы... Это Барышев. Это Барышев. Да, Барышев. Сейчас, еще раз покажи, не так дальше. Дальше. Еще. Вот пощелкните, да, что делать. Да. Это мы в то же время Джей Синьи. Да. Да. Еще давайте. Это дом. Это с лучшими делами себя. Фрагменты общего. Вот. Это все комнаты Иосифа. Вот это, вот, намокли с ней. Да. Выше. Да. Иосифа читает. Да. Да. Это тоже. Это, вот, зарытие. Вообще все это. Выше. Слив. Вот так мы сидели рядом. Он сидел на этом столе. Я сидел здесь. И он мне говорит такую фразу. И он заплакал после этого. Плакал. Все это читал. Который. Про больницу. Стихи читал. Трогательные безумные пострадания людей. Вот это. Он никогда их не слышал. Он сказал мне фразу. Ну, твоя баба довела меня последствия. Вот. Ну, еще. Ну, и митика. Все. Ну, ладно. Заставь. Еще надо. Да. Ну, я надеюсь, что в этом надо остановиться. Потому что я могу бесконечно остановиться. Да. На самом деле, мне интересно, так сказать, продолжение этого вечера, который здесь остается вместе с одной группой. И ее умеет отрядиться. Потому что, знаете, даже взгляд на просто людей ну, абсолютно разных из разных структур исторических. И то, что для этой, кажется, просто объяснимо, неприятен. Поэтому, как бы сказать, из другой идеологии, из другой системы она катания неприятен. Все оказывается действительно гораздо сложнее. И это, своего рода, подход к этой теме, которая сейчас абсолютно не исчерпана. Это что? Это требовать этого комментария, контекста. И еще, еще раз не прийти подумать. Но мне кажется, что позиция может сделать важную вещь. То, что, ну, как бы сказать, далеко открывается ее дверь так, как она это видит. С этой стороны, кажется, сложнее. Я думаю, что это образ. И вот это тоже гораздо более сложное мнение, чем порой в нашей интерпретации. Это представляется, означает человечество. И поэтому, очень благодаря вам. А сам, очень интересно рассказать о московском воспоминаниях. Вышел такой вот поворот темы бродской, вот тоже фильмы этого, кстати. Тот фильм, который сейчас имеет такой большой резонанс. Он должен много не говорить о бродскими поэтами. Но это сейчас как раз говорить о бродскому поэте, который существует и здесь, и там. и в России, и в этом лифте. Я могу задать чуть-чуть. Все. Понимаете? Да. Нет. Просто обливки здесь не лежат в источнике. Обливки, еще раз добавляю, что я больше в твои не буду. Но просто... А где Симонов? Он там есть? Вот. Вот. Фотография наше. Будем спорить. Это Лимонов. Будем спорить. Это Лимонов. Вот. Это, конечно. Все. Это, конечно. Он был. Да, вот это сидит в родстве, который я искал. Такое дело в этом году, потом вам счастье. Вот, вятый. Да. Да. Ну, я бы кажется, просто маленький, шинец унес, крошьих, штырюхуководок, тем помножом, меньше, даже, тренчайший человек, который сейчас видел, Вот в прошлом году я из Бариша Елизавета Синий Петрович, ему поговорили о писающей спектаке «Полдледи», «Старуха» по хамусу, сделанный роботом вырослым, и она играет два человека, не «Парышника» — это пол, актер. Мы с ним там общались совершенно русские, как после отробного периодового времени. Но он присылал все время такие записки, маленькие, которые предполагали цитаты из Гродского, без всяких комментариев, просто искали все. И тебя не приемской печальной толпы не узнает никто. То ли спички озорил себя кто-то, пошел на рубе, то ли спешки и скруга и фички, там, где гибнут кровавые руки, вздымал, вооружусь их из страха и жести. То ли ним засветился, демон тревая, до века проникнувший подъезд Бродский. И Коментарий Барышников. Иосиф сказал, что в оригинале, что тут провонял, но потом позвонил, и подумал, что, может быть, лучше в нем бедя. Но вот такие, в Коментарий Барышников, просто мой интерес к стихам здесь ощущается. А Бела, в свою очередь, написала два стихотворения. Ну, у него было так. Если заканчивали в будущей странице, то это заканчивали. Ну, во-первых, вот такой вот деревьевый кусочек там. Это вы не являдываете. Я благосвязью в нем, чтобы наследовали традиции Ахмата, Виндельштама, Старнака, Цветаевна. Цветаевна, кто наследует сегодня? Важным событием в русской литературе, то не изменилось у Бродского. И его жизнь, и его смерть. Не знаю, вполне неосознанно сегодня его значительность. Значительность душевного масштаба. Но знаю, что я с одной стороны вообще помогал молодежь. Но молодых, пишущих людей, которые восприняли и получили схожие слова. Не знаю, что они похожи на нацию. Но, с другой стороны, сегодня какая-то эпоха Тольщина. Прекрасная эпоха, спрашиваю. Именно, как в Кладово, в Кодесской Красной Эпохе. Вот сам как бы это обозначил. Когда я спрашиваю, где эти морозные, когда требуют ободать сюда. Нет, не отвечаю. Вы торопитесь. Еще не отошли люди, потому что они не нужны, чтобы жить. Это еще продолжается. Это напоминает нам о том, что, безусловно, приходится наш великий трагический исторический опыт. Он нас делает, он нас удивляет. Но, конечно, не возвышает. И несколько мелочей, совсем легко, попростите. Я так, конечно, все совершенно понимаю. Там как-то делал в Ленинграде. И спросили во время новостей его выступлений. Напишили записки, только те самые годы. Какой-то написал, если не боитесь, скажите ваше мнение о Бродске. Когда это было запрещено, я уже помню. Все забыли уже. И она ответила. Какой-то смелый аноним спрашивает меня о том, как я отношусь к Бродску. Я могу сказать, что он гений. Ну и потом, в дальнейшем мы общались уже в Роттердане, в фестивале, который был в Роттердане. Здесь я просто читал сестра Дэнни, сейчас это уже рассказывается, это уже труд был достаточно. А самый последний раз, как было в 97-й, был Киркаш, может быть, что время в 97-м, то есть... В 80-м. В 90-м. В 90-м. В 80-м. 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 В конце года был получил племен, который еще... Никому. Да. Мы оказались в это время по-моему, и сосвонились с ним по телефону сразу... Он получил племен, но было еще около. Мы у меня оказались, там посмотри, Павел Павлович, он там телефонул. Мы решили как-то по-другому писать свою книжку, останавливались, и мы позвонили ему и пытались встретиться, но он был в конце года, но он гигант больше Москвы, и там добраться очень трудно, даже на такси это не мысль, но трудно. Встреча университетов, который принесли, он был очень безволнован и принят, это то, что были первые дни, когда он стал угаданными, и мы так радостно общались, и все. А потом в конце уже не скакивали вообще, когда я уже не стал, мы были на острове, спелы, я не знаю, в Санн-Микеле, в Венеции. Ну, я там, ну, нет, вообще, я даже не был какой-то, он, наверное, забросил открытку какую-нибудь. Ну, его всегда, дорогой, уже было написано просто. И вдруг мне звонил Штейгин, это был человек из Израиля, он говорит, я нашел в могиле, просто открытку и видел себе. Ну, все, спасибо. 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 Спасибо.